Конкурсы и форумы для молодых и перспективных ульяновцев проведут в этом году. В организации помогут эксперты Российского Союза молодежи. Губернатор встретился со столичным гостем, председателем общественного движения Павлом Красноруцким. Павел, еще даже, наверное, неудобно приветствовать как гостя. Он уже уверен, что практически здесь... Земляк. Земляк, да. Такое, благодаря которому огромное количество молодых людей чувствует себя значительно счастливее, чем они до этого были. Потому что у них есть возможность участвовать и в студенческих веснах, и во многих других интересных проектах. Местной молодежи будет, где раскрыть свой потенциал. В Ульяновской области планируется проведение полуфинала общероссийского конкурса «Мастера гостеприимства. Студенты». Участники этих состязаний расскажут и покажут о самых туристически привлекательных объектах нашего края. На этот конкурс было подано огромное количество заявок, более 30 тысяч в этом году. И будет проведено 4 отдельных полуфинала, 4 отдельных студенческих полуфинала по всей стране. И вот город Ульяновска, точнее Ульяновская область попала в тройку самых регионов, откуда было больше всего заявок. Также на встрече было подписано соглашение о проведении всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Там будут творческие конкурсы, будут конкурсы интеллектуальные. Как правило, мы берем темы, которые связаны с темой, волнующей всю страну. Это и 75 лет Великой Отечественной войне, которую буквально мы днями вспоминали. Ну и мы сейчас понимаем примерные даты. Это последние числа марта и начала апреля. Этот конкурс считается престижным. Победителями становятся талантливые студенты ведущих вузов страны и зарубежья. В этом году в проведении «Ученика года» будет участвовать актив Российского союза молодежи. Виктория Черкова, Герман Варанов, Новости Улправды ТВ.